Друзья, как ваши дела? У нас сейчас выходные, поэтому мы решили отправиться в кругосветное путешествие по лучшим мировым барам. Мы узнаем, какой бар посещал Эрнест Хемингуэй, где хранятся бутылки шампанского, найденные на затонувшем корабле, в каких городах можно посетить тайные бары и какие бары вошли в полсотни лучших из России. Первая точка на карте – Лондон и его Конот-бар. В 2020 году этот бар занял первую строчку среди лучших в мире по версии Форбс. Находится он в одноименном отеле, а его интерьер представляет собой кубизм 20-х годов. Все коктейли здесь созданы по авторским рецептам. На месте старшего бармена работает Аго Перроне, являющийся настоящей звездой барной индустрии. Один из его звездных коктейлей – Мистер Призман, который придется по вкусу всем, кто любит лонги. Мистер Призман состоит из бурбона и отдает травяным и фруктовым вкусам. Из Лондона прямым рейсом летим в Нью-Йорк. В 2019 году лучшим баром здесь признали Данте. Это американский бар-ресторан с итальянской кухней и интерьером. Все местные блюда готовятся только из настоящих итальянских продуктов. В барной карте множество коктейлей-аперитивов. Находится он на месте старого кафе, куда ходили Эрнест Хемингуэй, Аль Пачино и Боб Дилан. Наш следующий бар расположился в небоскребе Parkview Square в Сингапуре, где занял целый этаж. Интерьер выполнен в стиле арт-деко с использованием кожи и золота. В центре стойка из бутылок, в которой хранится самая крупная в мире коллекция джина со всего света. Их тут более тысячи разных видов. Forest Dry Gin Quersus из Бельгии, выдерживающийся в винных бочках. Gin La Repubblica из Боливии, который дистиллируется на высоте в 4000 метров над уровнем моря. Тут есть несколько бутылок шампанского Charles Heitzig и компания 1907 года, затонувших вместе с кораблем более 70 лет назад и которые были найдены в 1997 году. А сейчас они бережно ждут своего клиента в баре Atlas. В Англии были, в Америке были, в Азии были, где еще не были? В Латинской Америке. Отправляемся в столицу Аргентины, Буэнос-Айрос. Здесь есть бар, замаскированный под цветочно-винную лавку. Открыв двери данного заведения, вы окажетесь среди стеллажей с бутылками и множеством букетов цветов. Все это можно купить. Если пройти дальше и спуститься в подвал, то вы окажетесь в баре. Он украшен цветами, собранными со всего света. Идея бара Floreria Атлантика – показать многовековую историю портового города, в который приезжали люди из разных уголков света и обязательно привозили что-то в качестве сувенира. Такая же концепция и у барной карты. Коктейли здесь собраны из разных стран. Здесь есть традиционные напитки от испанских и американских барменов, а также голландские или британские джинны. В нашем списке я не могу оставить без внимания российские бары. И здесь мы сразу побываем и в Москве, и в Санкт-Петербурге. В столице огромное количество интересных заведений. Поэтому не судите строго и пишите свои рекомендации в комментариях. Лично я выделю бар Инсайдер. Точнее их два. Есть еще и Инсайдер 2.0. В баре имеется целая лаборатория, в которой изготавливаются все необходимые ингредиенты для коктейлей. Здесь делают настойки на фруктах и травах. Сама лаборатория находится за стеклянной стеной и за процессом может наблюдать любой желающий. Концепция баров – это фантазия на тему будущего. Барная стойка выполнена в форме пятиугольника и стоит по центру. Таким образом бармены всегда находятся рядом с посетителями. У Инсайдера есть еще один свой бонус – соглашение с производителем хрусталя Баккарат. И напитки для гостей разливаются в хрустальные бокалы этой фирмы. В нашей северной столице тоже находится бар, который смело можно назвать одним из самых-самых. Он также вошел в The World's 50 Best Bars, где занял 39-ю строчку всего спустя 3 года после появления. А в 2021 году и вовсе попал в топ-10 мира. El Capitas Bar открылся в 2015 году. А создавали его чуть ли не на коленках трое друзей – Артем, Перук, Игорь, Зернов и Николай Киселев. На старте у них был миллион рублей. И в соцсетях под хэштегом One Month, One Million Rubble, One Bar ребята описывали процесс подготовки заведения к открытию. Был у них на это всего месяц. И ничего грандиозного никто не ожидал. Позже, когда бар станет популярным, его создатели также выпустят свою книгу о коктейлях и создании бара. Бар называют секретным. Найти его, не зная, что он находится, невозможно. И просто так открыть дверь и войти тоже не получится. Для этого необходимо позвонить в звонок. Не зря питейное заведение расположилось на Колокольной улице. Он открыт только в определенные дни. И те, кто туда приходит, точно знают график работы и месторасположения. Ну и как же я могу оставить этот список без моей любимой Барселоны? В Испании тоже есть бар, который имеет эту свою скрытую фишку. В светлое время суток это место больше похоже на кофейню или бутербродную, а вот ночью это место превращается в заведение с лучшими коктейлями страны. Причем вход туда осуществляется не через обычную дверь, а дверь холодильника. Бармен здесь в своих кругах известный итальянец Джакомо Дженотти, который оказал ощутимое влияние на всю коктейльную культуру города. Один из его самых известных коктейлей «Сокровище Средиземноморья», который делается из водки Хереса, ликера из бузины и сиропа агавы, подающегося в ракушке, закрытой в сундук пирата. Каждый коктейль здесь имеет свой стиль и, конечно, вкус. А, ну да, название заведения – Парадисо. И еще одно заведение из Нью-Йорка – Employees Only. Изначально бар планировалось сделать только для своих, где была бы непринужденная атмосфера и серьезные напитки для серьезных людей. Так и было. Но бар собрал немало количества восторженных рецензий от критиков, попал в рейтинг World's 50 Best Bars и в посетители стала пробиваться сторонняя публика, не только сотрудники компаний. Бар небольшой, всего там около 30 мест за столиками и еще 20 за стойкой. А потому бар всегда забит до отказа. Если вы планируете там поужинать, необходимо заранее бронировать места. В баре две основные фишки – крафтовые коктейли и уютная домашняя атмосфера. У меня все. Если в вашем городе есть крутые бары, куда обязательно стоит зайти, жду рекомендации в комментариях. Не забудь про мой второй канал о зарубежном образовании из Maps Education, где я рассказываю про учебу за границей. Подписка, лайк, приветствуется. Субтитры создавал DimaTorzok